Письменно. Продолжаем серию уроков под названием «Вера и человек». То есть, что дает вера приобрести человеку. Пункт четвертый. Вера, иман, делает человека человеком и даже делает его царем. Стало быть, основной обязанностью человека является вера и молитва. Беззверие же превращает человека в очень бессильного зверя. Причем не просто зверя, а очень опасного зверя превращается человек. И сразу вот здесь приводится пример. То есть, пример тоже довод из окружающего мира. То есть, который мы на самом деле постоянно видим. И многие люди разумные, они обращают на эти вещи внимание. Из тысяч аргументов данного обстоятельства, одна лишь разница в появлении на свет человека и животного, является очевидным аргументом, а также твердым доказательством его пользы. Да, то, что человек становится поистине человеком благодаря вере, показывает различия в появлении на свет человека и животного. То есть, удивительный факт. Любой человек об этом думал, наверное. Почему человек, являющийся венцом творения, самым лучшим из созданий, появляется таким беспомощным? Другие животные очень за короткое время на ноги стоят, обучаются своим необходимым навыкам. Человек очень долго он это все делает. Даже голову не может сходить держать поначалу. Ведь животное, словно оно прошло этап развития в некоем другом мире, появляется на свет уже достигшим, согласно своим функциям, совершенства. Иначе говоря, оно посылается таковым. То есть, его основная жизнь здесь получается, в этом мире. Либо через два часа, либо через два дня, или спустя два месяца, оно осваивает все жизненно необходимые навыки и устанавливает взаимосвязь с окружающим миром. Жизнеспособность и навыки в сфере своей жизнедеятельности, которые человек приобретает за 20 лет, такие создания, как воробей или пчела, приобретают за 20 дней. То есть, им это вдохновляется. То есть, люди, чтобы, например, семью создать и так далее, то есть, заканчивать школу, университет, потом находят работу, потом, пока он себе дом построит и так далее, пока у него появится семья, сколько ему приходится обучаться, мучиться и так далее. Воробей появляется, одежда всегда на нем. За короткое время все необходимое себе пищу находит, гнездышко построил, там себе семью создал, и не думает, не переживает за прошлое, не думает о будущем. То есть, да? Удивительно. Следовательно, основной функцией животного является несовершенствование путем познания, не просьба о помощи с проявлением своего бессилия, и не молитвы. То есть, животное в этот мир не для этого послано, не для познания. Его функция состоит в том, чтобы действовать согласно своим способностям, инстинкту, что является его поклонением. Просто жить, наслаждаться жизнью – это его поклонение, благодарность Всевышнему. Человек же с появлением на свет нуждается в познании всего. То есть, он постоянно нуждается в познании. Он невежественен в жизненных законах, причем даже к 20 годам, не в силах полностью познать жизненную обстановку. Бесспорно, до конца своей жизни он испытывает потребность познания. То есть, постоянно у него он обучаться. То есть, от колыбели до могилы он нуждается в познании. К тому же, посланный на свет в жалком и слабом виде, он только через год-два может встать на ноги. Лишь к 15 годам он начинает различать вредные и полезные. То есть, даже с детей, допустим, даже такой спроса не бывает, уголовного и так далее. Потому что еще не понимает человек, что происходит. 15 лет проходит, и даже он еще не понял толком, где хорошо, где плохо. Только благодаря общественной жизни человек может воспользоваться ее благами и избежать потерь. Он вынужден обмениваться результатом своего труда с другими людьми. Стало быть, естественная обязанность человека совершенствования путем познания. То есть, он постоянно должен познавать молитву и поклонение. То есть, у него бесконечные нужды, поэтому он должен у своего всемогущего Творца постоянно просить. то есть, он должен знать, чьим милосердием я так мудро управляюсь, благодаря чьей милости обо мне ведется такая мягкая забота, чье благоволение так нежно питает и управляет мною. И относительно своих нужд и потребностей, из тысяч которых он не в силах достичь даже одну, а прощается языком слабости и бедности к Господу, удовлетворяющему потребности всех своих созданий. На крыльях слабости и бедности вознестись к высшей ступени поклонения, которая антитворяется просьбой и вознесением молитв. То есть, да, это огромный земной шар, солнце, у нас уже человек, но он сам же их себе не подчинил. Даже свое тело он сам себе не создал. И, конечно, он должен искать своего Творца. Если у него такие вопросы появятся, кто же меня создал, Всевышний ему отвечает на эти вопросы под средством небесных книг. Стало быть, человек пришел в этот мир для совершенствования путем познания и молитвы. Как животное, оно в некоем ином мире уже прошло свое совершенствование, а здесь ее основная жизнь. У человека же, наоборот, он в этом мире, он совершенствуется, а в вечной жизни, уже после смерти, его настоящая жизнь наступает. Стало быть, человек пришел в этот мир для совершенствования путем познания и молитвы, обращения к Творцу. В отношении сущностей и способностей все связано со знанием. То есть, знание – это основа очень многих еще. Основа же и источник, свет и душа, всех подлинных знаний и наук – это познание Творца. А фундаментальной его основой является вера в него. То есть, в других темах мы тоже объясняли. Основа – источник всех наук. являются какие-то из качеств имен Всевышнего. И цель сотворения разума. Всевышний зачем нам дал разум, знания и так далее? Это познание его, основная цель. Другие помощные, такие полезные результаты – это не основная цель существования разума и наук. Основная цель – это познание Творца. Она возможна благодаря вере в него. Потому что это подобно глазу, допустим, глаз. Есть белая часть глаза, а есть зрачок, который внутри. Он черный и такой. Относительно этой белой части – туской. Но он видит. Точно так же в разуме, если в знаниях человека не будет веры, он ничего не увидит. У него будет просто куча бесполезной информации. Познание Творца не будет основной целью. «И вследствие того, что человек, будучи бесконечно слабым и подверженным нескончаемым бедам и натиску бесчисленных врагов, а также бесконечно бедным и охваченным неисчислимыми, нужными и бесконечными желаниями, так же, как он хочет иметь царь, хочет жить и в вечном раю». Так же огромное у него желание до самой вечности, которая спростилась. То его естественной обязанностью после веры является молитва до обращения. Молитва же является основой поклонения. То есть постоянно просить Всевышнего, молять и так далее. Например, ребенок с целью исполнения своего желания, которое он не в силах осуществить, плачет или просит. Иначе говоря, через фактическое или же словесное проявление своей беспомощности он призывает исполнить свои просьбы и достигает цели. То есть такой пример, да? Не своей силой там. Так же и человек среди всего живого мира находится на положении нежного, избалованного, капризного дитя. То есть его естество такое он, слабый, бедный, избалованный такой. Перед обителю милостиво-милосердного творца необходимо плакать своей слабостью и беспомощностью или же просить своей бедностью и нуждой так, чтобы осуществились его стремления или чтобы исполнить свой долг благодарности за уже осуществленное. Иначе, подобно попящему от мухи глупому и пакостному ребенку, полагающему, что он своими усилиями, своими силами покоряет эти необыкновенные вещи, которые в тысячу раз сильнее его собственных сил, своим разумом и способностью заставляет их служить себя, впасть в заблуждение, непризнание Божьей милости, это значит войти в противоречие с подлинным характером человеческой природы и вместе с телом сделать себя заслуживающим сурового наказания. То есть, когда против естества идешь, и мучиться будет человек, потому что он именно по-другому создан слабым, бедным, чтобы умолять, просить Всевышнего, полагаться на него. Если по-другому он будет себя вести, сам же трудности будет испытывать и, кроме того, в вечности еще за это наказание будет нести. Субтитры создавал DimaTorzok